И вот этот посыл у меня был, почему я захотела общения, я захотела дружбы. Вот сейчас я хочу, я хочу дружить со своей командой. Вот как сегодня мы приехали, сегодня мы проснулись утром. У нас дети дружат, да, Ксюша с мужем, мы с Вахтангом, Матвей. И мы приехали в классное место, мы снимаем, мы работаем, мы делаем здесь контент, мы прорабатываем стратегию дальнейшую, готовимся к проектам, потому что у нас накануне вот уже 26 июля будет вечеринка очень классная, о которой вот тоже я хочу сегодня рассказать. Это будет арабская ночь в прекраснейшем месте. Я вам просто гарантирую, что в Айпате будет нервно просто курить. Вот, поэтому Ливан, опять же Ливан, ты тут на связи? Давай, 26 к нам. Избилиси, приезжай, будем очень рады тебя видеть, обнять. В общем, арабская ночь. Где-то, наверное, ну как бы мы время поставили с 4, но на самом деле можно туда будет приехать и вообще в 9 утра. Классно провести это время, подготовка к вечеринке в спа, там прекраснейший спа, в Лист Ризотт. Это отель, который находится у нас на горе в Гонио, по-моему, да, или, да, Гонио-Квариате, с видом на турецкие горы. То есть это гора, вид на Турцию, вид на Батуми, вот просто на ладони Батуми. Просто невероятный закат. Конечно же, опять я буду это устраивать на открытой площадке, как и Костелла. Буду молиться, раздвигать небо руками, как я это уже, вы заметили, умею делать. Вот, поэтому это будет классная ночь с декорациями, также с фотографиями, профессионалами. На белой вечеринке я увидела людей. Я увидела, с кем я хочу сотрудничать, с кем я хочу продолжать партнёрские отношения. Люди очень классно проявились. Поэтому это, знаете, как такой произошёл, как фильтр. То есть вот такая лакмусовая бумажка для людей, где чётко люди показали и профессионализму, и отношения, и человечность. И вот после этой вечеринки вообще очень много я получила обратной связи, которая до сих пор мне греет душу, потому что это столько тепла. И то, что я вложила в эту вечеринку в Айпате, да, это мой такой дебют был, я не профессиональный организатор, как я и всем говорю. Ну, как бы я, ну, просто хотела это сделать от души. У меня такой был порыв увидеть всех подписчиков своих. Приурочила это к 30 тысячам подписчиков на канале. Три года я в Грузии. И что происходит? Вот я уже, да, говорила про иллюзию нашей жизни и про интуицию. Как мы не прислушиваемся к знакам жизни. Когда вот, если ты чувствительный человек, и в наше время сейчас это очень важно. слушать себя. Не вот этот шум чужих мнений, потому что сейчас идет такой информационный шум, да, в связи с политической ситуацией. Вообще, в целом, в мире сейчас мы проживаем такой период. Об этом я, кстати, в своей книге «Велиса нереальная» реально писала. И «Велиса» год 2118. Если кто-то еще не знает, я автор фантазийной книги, которая выпущена в 2016 году, была издана в Санкт-Петербурге. Презентация была в Летнем дворце Петергофа на 600 человек творческих людей. Туда съехались разные люди разных творческих профессий и с разных стран. И на этой площадке я презентовала первый раз свою книгу, которую я написала именно про переход. Вот, это такая вот эзотерика, философия, психология, такая квинтэссенция. И книга о том, что я, не тело, я душа, Велиса, это мой псевдоним, что я путешествую по разным временным промежуткам. Ну как, сейчас вот я захотела в этом теле, моя душа захотела прожить именно этот фрагмент, да, жизнь очень короткую. Она как вспышка, как просто вот такое вот короткое очень промежуток времени. В целом, да, в глобальном, если мыслить это там, в космических размерах, да. Наша жизнь — это просто пшик, вот, иллюзия, который, блин, что-то у меня тут, которую хочется прожить ярко. И вообще цель для меня — прожить эту жизнь в радости. Потому что, когда я писала эту книгу, и вообще, а я сделала себе такую инфографику, да, как я хочу это написать, в центр я поместила Велису, да, я не тело, я душа, я путешествую по разным временным, по разным галактикам, можно сказать, по разным мирам. И спустилась вот в это воплощение, в это тело, чтобы прожить эту короткую жизнь и испытать весь спектр чувств. Я пришла сюда, чтобы понять и прожить, что такое предательство, разочарование, смерть близкого человека. То есть эти чувства тоже, они присущи человеку, да, потерю, горе. Это всё жизнь, человеческая жизнь. И я пришла сюда, чтобы испытать не только как бы негативные, да, какие-то вот эти чувства, но и чувство радости, чувство настоящей любви, чувство преданности, дружбы, вот надежды, веры. И вот сейчас я это всё описала в книге в 2016 году. Сейчас я продолжаю, кстати, обгрыдать, писать, потому что эта книга, это, по сути, и моя жизнь. Все герои настоящие. Единственное, что я меняю имена, я оставляю первую букву имени, а остальное меняю. Вот сегодня я сидела на море утром, медитировала, и думаю, господи, я хочу, чтобы мы с командой, с моей, видеографы, фотографы, потому что я хочу серьёзно сейчас начать. Я сейчас прохожу на самом деле, вот сейчас я прохожу обучение, очень серьёзное обучение, дорогое. Вот, и со мной это обучение проходит моя команда. Мы обучаемся, я хочу серьёзно начать заниматься YouTube каналом, контентом, давать очень качественный контент. То есть я хочу в этом расти, я вижу в этом потенциал, потому что в какой-то момент я прямо уперлась вот в этот потолок стеклянный, да, как говорится, и, ну, просто устала. Вот я говорю, какой-то многорукий многоног, потому что, ну, невозможно всё делать самому. И вот сейчас у меня такая маленькая команда формируется, где у меня уже есть монтажёр, потому что я понимаю, что я туда трачу очень много энергии, и раньше, когда я монтировала короткие ролики, что происходило, да, я могла до пяти утра монтировать и не замечать, как проходит этот, вот моя команда, подойди сюда, я в прямом эфире. Вот она. И вот у меня, говорю, сегодня возникла мысль, что я хочу, я хочу дружить, я хочу зарабатывать деньги, я хочу с семьями, чтобы, и эта команда росла, сейчас она пока маленькая, вот, но я хочу, чтобы это всё было в экспансии, чтобы мы все развивались, чтобы, ну, помогать людям. Потому что я сама творческий человек, и я знаю, как нас мотыляет порой, ну, как бы очень сильно. Есть даже такая книга у Дарьи Бигбаевой, моего этого творческого вдохновителя, Дарьюш. Она не посмотрит этот эфир, я знаю, она очень занятая человек, но я ей мысленно посылаю свою любовь. Вот, и Дарья Бигбаева написала книгу тоже, которая тоже произвела на меня впечатление, называется «Книга для творческих людей». Девочки, кто сейчас смотрит и будете смотреть, я постараюсь сохранить этот прямой эфир. Если вы творческий человек, фотограф, видеограф, неважно, там, стилист, визажист, любая творческая профессия, она очень, ну, мы ранимые сами по себе такие существа, да. И вот эта книга Дарьи, она позволяет переосмыслить вообще. Эта книга бестселлер, которая там на нескольких языках уже переведена и в топы выходит там на разных интернет-площадках, в интернет-магазинах, называется «Включите сердце и мозги». Вот эта книга для творческих людей. Очень рекомендую её прочесть, потому что творческим людям необходимо, чтобы их кто-то собирал в кучку. И, конечно, в идеале научиться это делать самому. Но так как люди, мы вот такие, как бы, да, сегодня мы одно хотим, завтра другое, мы вечно не доделываем. Вот это я по себе знаю, я вечно не доделываю. Я такой человек, что мне нужно всё и сразу. Я не перфекционист, хоть кто-то и думает, что я там хочу всё идеально сделать. Нет, я на самом деле, когда писала эту книгу, Дарья меня курировала в этом вопросе, у меня были редакторы, корректоры. Не надо думать, что, ой, господи, я не могу написать книгу, или я не могу-то там кем-то быть в жизни, потому что мне недостаточно опыта, недостаточно образования. Ребят, это всё фигня полная. Это тоже опять иллюзия. Мы сегодня об иллюзиях говорим. Почему иллюзия? Потому что нам кажется, что мы где-то что-то не дожимаем, не хватает нам чего-то. Но и не надо, и не надо, понимаете? Вот это надо понять, что мы можем, вот как я, да, я собираю информацию, ну, то есть я могу монтировать, могу я монтировать, но в какой-то момент мне перестало это доставлять удовольствие. То есть я поняла, что у меня YouTube-канал растёт, но сейчас уже на тех роликах, на которые я вот эмоционально три года снимала. Я рассказывала о своей жизни, очень искренне, очень открыто делилась со своими взлётами и поделивами. Почему люди подписались на меня и хотят дальше? Они хотят дальше получать от меня эту, ну, как бы энергию, как они говорят, да? Я ещё и когда парикмахером с 25-летним стажем была, работала стилистом, мне всегда люди говорили, что, Василина, от тебя уходишь заряжённой батарейкой. Ну, это же классно, что ты можешь человеку сделать красоту, подстричь его, покрасить, сделать майка. И человек уходит не только красивый внешне, но ещё и внутренне подпитанный, потому что, когда они приходили ко мне, там, раз, допустим, в полтора месяца на окраску или раз в месяц, да, на окраску-стрижку, они говорят, господи, мы же, ну, парикмахер это как психолог, знаете ли, всё время, как бы я делилась, я говорю, ой, я там за месяц, там, книгу написала, там, съездила в Санкт-Петербург, презентовала, причём при том, что у меня ребёнку три месяца было, чтобы вы понимали, я была одна, без помощи, у меня было двое детей, и с Миланой, на пятом месяце беременности, я уже поняла, что я остаюсь одна с двумя детьми, то есть это был очень серьёзный стресс, когда женщина остаётся без помощи, ей нужно понимать, что ей нужно кормить двоих детей, и она одна, ей нужно работать, то есть я работала очень много, ну, буквально там без выходных, без проходных, и у парикмахера, как многие вы знаете, это, ну, нету этих праздников, то есть у парикмахеров нет Нового года, 8 марта, то есть это такой вот, срез, я вам говорю, так вот, мне не доставляло, именно, уже не перестала доставлять кайфа вот этот монтаж, и когда, есть такие люди, которые будут это делать в кайф, если вы найдёте таких людей, соберёте свою маленькую команду, я сейчас делаю это только первые шаги, понимаете, я всё время думаю, ой, это же надо платить, у меня пока нет возможности, мне надо всё делать самой, самой, нету такого роста, когда ты всё сам, классно, когда у тебя есть люди, которые смотрят в твоём направлении, которые чувствуют тебя, почему я говорила ребятам видеографа, потому что я работала на вот этом проекте, я и привлекала, сколько, 4 видеографа было, 4 видеографа, 4 видеографа, и есть, ну, как бы, сразу люди приходят разные, да, они приходят, там, кто-то хочет, ну, там, рекламу, кто-то хочет, там, о себе рассказать, показать, но я всё время говорю, знаете, как, вот как, по себе, когда я, допустим, хотела с каким-то человеком повзаимодействовать, я готова была, ну, это естественно, работать за бесплатно, потому что, если ты входишь в какой-то проект, о котором ты мечтаешь, просто рядом с этими людьми побыть, вот, допустим, у меня, когда предложение, мне это предложили, да, съездить к блогерам, к миллионникам, то есть, это я понимала, что в Грузию приехало 40 миллионников, блогеров, у которых там по 4 миллиона подписчиков, понимаете, ну, это же вообще энергетика другая, это люди, миллиардеры, которые там на запусках делают, ну, просто у них там курсы по 500 тысяч рублей, вот просто, раньше эта девочка была, которая продавала за 999 рублей, допустим, какой-то курс, а сейчас у неё по 500 тысяч курсы, по 150, и они за одну минуту продают 1000 билетов, умножьте, это 150 миллионов, простите, за минуту, ну, то есть, понимаете, другие совсем масштабы, люди вырастают, люди вырастают и в профессионализме, и в отношении, и в команде, то есть, там уже целая команда у всех работает, это не просто одна единица, которая зарабатывает там 150 миллионов в минуту, естественно, что эта работа командная, эта команда, таких результатов вы в одного не достигнете, поэтому надо идти, как Вахтан всё время говорит, маленькими шагами идём, ну, как бы в сторону своей цели, сейчас он лежит в сторону своей цели, просто лежать тоже надо, вот, вот, Ксюша, у нас что там, дети завтракают, ушла, Матвейка спит, в общем, давайте, чтобы у нас не было, да, в одни ворота, вы мне, может быть, что-то напишите, или какой-то мне, накидаете мне каких-нибудь, какой-нибудь обратной связи, огонёчков, сердечков, я не знаю, чтобы я чувствовала от вас тоже, очень важно, почему блогеры, многие сливаются, сдуваются и бросают, да, вести блог, ну, это не только касается Ютуба, это касается Инстаграма тоже, ты очень много вкладываешь на начальном этапе, да, ты думаешь, господи, ну, что людям не подходит, почему я спрашивала, да, у вас, когда вот у меня такое было, знаешь, ну, как бы, спад, это нормально, да, когда спад, там, ну, как бы, эмоциональный, ты думаешь, что-то я не туда иду, что-то вот у меня не получается, что-то, и ты начинаешь себе задавать вопросы, почему это со мной происходит, и ты просишь обратную связь, я попросила у вас обратную связь, я сказала, что, ребят, у меня нет друзей, ну, реально так получилось, что там в связи с войной от меня отписалось большое количество людей, которые мне казалось раньше в одном направлении со мной дышали, это мои, как бы, ну, мне тогда казалось, что это мои люди, но вот эта ситуация с войной, да, с политикой, она, она всех нас разделила сейчас, это очень страшно, это, ну, как бы, а с другой стороны, это и классно, вот так вот я уже думаю сейчас, это же, получается, опять иллюзия, понимаете, опять иллюзия, жизнь это иллюзия, это квантовая физика, которая тоже писала в своей книге, у меня есть целая там глава, и вообще эта книга про вот эту жизнь, иллюзорную, потому что уже давно, да, доказали учёные все, что куда мы направляем своё внимание, то и расширяется, и есть вот уже целые институты, да, это уже доказано, что если мы будем направлять своё внимание на негатив, вчера мы вот тут вот сидели во дворе вечера, с Вахтангом, с Ксюшей, с мужем, с Ксюшиным, и мы разговаривали об этом, когда человек очень сильно напряжён, когда человек постоянно гоняет в голове, это же нейронные соединения в нашем мозгу, это как цепь, и когда мы думаем об одном и том же постоянно, допустим, о негативной, негативную мысль поймали и крутим, вот у меня что-то не получается с работой, там в личных отношениях, ну без разницы, ты просто, ну твой мозг хватается за этот негатив, и мы начинаем это сами, давать ему возможность этому солить, и когда эти цепочки раз за разом, как бы эта мысль на друг дружку накатывается, получается уже цепь такая, ну как бы плотная, её уже разорвать тяжело, то есть это нужно будет потом применить усилия, чтобы эти нейронные соединения негативных мыслей разорвать и сказать, что всё, это не про меня, я хочу другую жизнь, я хочу счастливые отношения, я хочу влюбиться, жениться и быть счастлива в этом, я хочу, чтобы у меня родители были здоровыми, я хочу, чтобы мой бизнес процветал, я росла и обучалась, и у меня было много друзей, когда ты перестраиваешься, из негатива себя достаёшь, как Минхаузер, вот так, да, за это, за косичку, вот, это работа, работа над собой, так вот, про квантовую физику, да, мы направляем своё внимание на негатив, наш мозг ухватывает и начинает это крутить, есть другой выход, да, мы можем пользоваться негативом, можем пользоваться позитивом, решаем сами, за какую команду играем, понимаете, мы выбираем, и когда мы это понимаем, вот, когда я это поняла, что я выбираю, где я хочу жить, я выбираю, как я хочу жить, я выбираю, страдать мне или радоваться, я научилась этому не сразу, это был тоже путь, этот путь я описываю в своей книге, она называется «Велиса нереальная реальна», если не знаете, погуляйте по хэштегам, просто забейте «Велиса», книга «Велиса нереальная», реально в гугле, и вам выскочит, вы даже можете 25% книги моей прочитать бесплатно, если вам потом зацепят, вы можете ее купить. Когда я летела с Москвы, Миланке было 3 месяца, я была кормящая мать, я кормила ее грудью, и я летела в самолете с Питера до Москвы, я ехала на Сапсане, с ней, в люльке такая, одна, одна женщина, просто безумная путешественница, писательница, я тогда просто, мне даже это в голову не приходило, понимаете, у меня, я говорю, 8 классов образования, с двойки на тройку я закончила школу, меня выгнали, меня в 9 класс не взяли, потому что у меня, это я уже потом поняла, в 40 лет, что у меня, ну, трудности были с обучением, потому что мой мозг не улавливал информацию, чтобы прочитать мне страницу одной истории, допустим, или там географии, моему мозгу нужно было столько усилий, вот, а есть обычные, да, дети, которые легко, да, обучаемые, а есть вот такие дети, как я, это называется синдром дислексии, это я уже потом, в 40 лет узнала, когда у меня проблемы с ребенком начались, когда он в первый класс пошел, и мы реально не могли запомнить четверостиш, я думала, господи, ну, я просто билась головой об стену, потому что у меня была Милана на руках, я только ее родила, и мы с Матвеем поменяли 4 школы, и я молила Бога, и я думаю, господи, ну, что такое, почему у меня такой ребенок, нас отправляли в спецшколу, просто понимаете, обычной государственной школы, директор меня позвала после года первого класса, и сказала, ваш ребенок не усвоил программу первого класса, и сидит на меня вот так смотрит, я говорю, в смысле, а почему я об этом сейчас узнаю, ну, да, ему трудно учиться, ну, да, как бы мне тяжело, я мать, как бы, одиночка воспитываю двоих детей, да, я где-то не успеваю, но вы же педагоги, ну, как бы, ну, это неправильно, да, переводить ответственность на педагогах, как бы, но, я говорю, а почему я узнаю, что мой ребенок не усвоил программу первого класса, его во второй класс не берут, то есть он в первом классе его оставляли на второй год, но его даже в школе не оставляли, мне директор школы сказала, что вам нужно в спецшколу, знаете, что такое спецшкола, я не знала, я пришла домой, открыла интернет и начала гуглить, а что это за спецшкола, подумала я, для одаренных детей, а нет, для детей, у которых, ну, как бы, низкая IQ, слабое, вот это вот обучение, я просто начала рыдать, реально, я просто думаю, господи, а за что, а за что, я ребенка с 8 месяцев водила по Монте-Сори, развивала, блин, старалась, как бы, что-то там это, да, у меня был тяжелый период жизни, с 4-летним Матвеем, я ездила, Испания, Германия, тогда вот, ну, как раз вот у меня такое окно в Европу открылось, когда я просто сидела там в Владивостоке и вообще ничего не видела в своей жизни, ну да, там в Таиланды ездили, в Китай, потому что это у нас территориально близко, но я не знала, что такое Европа, в 2014 году, с 4-летним Матвеем, я просто открыла себе вот это окно в Европу, я просто поездила по Германии, Германия, Франция, Испания, я просто поняла, я просто поняла, что это опять иллюзия, понимаете, это опять же иллюзия жизни, есть какой-то другой параллельный мир, он где он красивый, где люди улыбаются, где люди счастливо проживают свою короткую жизнь, как мгновение, где пахнет цветами, когда ты выходишь из аэропорта, и вот этот вот запах цветочный, где ты ездишь по вот этим извилистым дорожкам в горах, и стоят белоснежные выбеленные домики испанцев, красивые домики, коттеджики, там виллы, где изгороди разных цветов, и эти цветы меняются с разным периодом, осень, зима, лето, это просто меняется цвет цветов, я просто ездила по всему этому, по всей этой красоте, я понимала, что меня просто, ну как, Бог мне дал возможность, или я сама это захотела, да, из какой-то моей серой реальности той, да, где я в Владивостоке, с утра до ночи, как белка в колесе работаю, просто, ну парикмахеры, знаю, меня поймут, то есть ты заработал, отдал, заработал, отдал, то за школу заплатил, то за детский сад частный заплатил, ну то есть вот 50 тысяч рублей у меня только за детский сад, а за школу в месяц выходило, ну мне же этих денег никто не давал, мне нужно было их самой заработать, я не получала алиментов вообще никаких от слова совсем, вот, то есть ответственность за двоих детей я несла только сама, ну понятно, какая я была женщина, мне не до себя было, мне там, это, я хоть и парикмахер была, но когда у меня родилась, родился, Милана, ну, как бы мамочки поймут, что вот это вот послеродовая депрессия, когда тебе никто не помогает, и ты зашиваешься, что ты там забываешь расчесаться, ну просто, у тебя нет времени тупо на себя, потому что ребенок все время на груди, все время плачет, то животики, то еще что-то, а когда женщина одна воспитывает ребенка, ну понятно, что она очень эмоционально ранимая, тонкая, и ей тяжело, а когда у тебя двое детей, ну это вот, ну просто, я вот этих женщин сразу считываю сейчас, когда ко мне, допустим, обращается какая-нибудь женщина, с двумя там, тремя детьми, и когда она одна, я ее просто вот так считываю, как знаете, на энергетическом уровне, просто по глазам, просто даже я ее, мне ее даже видеть не надо, я вот по интернету просто ее сканирую, и такая чувствую, я понимаю, что этому человеку нужна помощь, ну даже если я эту помощь не могу там в данный момент оказать, просто поддержка, какое-то доброе слово, просто встретиться с этим человеком, там выпить стакан пива, ну просто вот, или там, не знаю, кофе, чашку, угостить, потому что сама прошла этот путь, и знаю, как это тяжело, вот, поэтому девочки, я хочу, мальчики, кто меня сейчас смотрит, прямой эфир, я хочу вам всем сказать, что смотрите на эту жизнь, я ни в коем образе, ни коучи, ни учитель для вас, я просто человек, в поле которого вы попали, вот, вот, и возможно, какое-то слово моё, что-то прояснит в вашей голове, и направит вас на какой-то более позитивный настрой, что жизнь прекрасна, что очень много добрых людей в мире, что предательство есть, но мы выбираем, и каждый человек, который пришёл в нашу жизнь и предал нас, это наш учитель, и нужно быть благодарным этому человеку, который вас предал, который вас там, не знаю, обидел, это наши учителя, с благодарностью ко всему, вы просто благодарите этого человека, и говорите, спасибо тебе за урок, я иду дальше, я стал сильнее, это классно, собирайте вокруг себя, стучитесь, стучитесь к тем людям, которые вы чувствуете, по энергетике вам близки, не стесняйтесь, я всегда говорю, и очень радуюсь, когда мне, допустим, кто-то пишет или звонит и говорит, Василина, мне надо кое-что тебе сказать, и прям вот стук, знаете, прорыв такой происходит, из онлайн пространства в оффлайн, и человек касается меня, и мы встречаемся, и это происходит, вот когда эти происходят эти встречи, я очень радуюсь, действительно, и может кому-то покажется, что ой, это какой-то там блогер, или там, ой, это недосягаемый для меня человек, я не смогу до него достучаться, нет, это фигня, как бы все люди, даже там блогеры какие-то, не знаю, миллионики, им тоже не хватает, понимаете, но проблема в том, что когда я наблюдала за этими миллиониками, блогерами, я говорю, у меня была такая возможность побывать в обществе миллиардеров, хотя бы, знаете, краешком глаза вот так посмотреть, другие энергии, люди находятся на другом уровне, уже и социальном, и как бы мозгами по-другому идёт мысль, конечно, там, это уже такой как бы бизнес, с большими деньгами, естественно, ты не можешь это тратить время, постоянно там селфи с кем-то делать, кто к себе стучится, нет, но иногда бывают такие возможности, жизнь нам даёт, когда ты можешь с этими людьми на их уровень, ты ещё не дорос до их уровня, да, это вот как недавно мне объяснили, да, что вот допустим, есть доктор, который получил образование, допустим, хирург, да, а есть просто человек, и чтобы ему попасть в эту группу хирургов, врачей, этому человеку можно одеть белый халат, ну как бы этот же в белом халате, да, хирург, и этот человек, он допустим хирург вот здесь по образованию, на своём, ну, в своём окружении, да, хирургов, врачей, на вот этом уровне, а этот человек, он просто белый халат одел, и он может попасть в общество хирургов, но когда хирург этот настоящий, с образованием, на своём сленге, на своём лексиконе, начнёт разговаривать с вот этим просто, который одел халат, он сразу считает, он сразу считает, что этот человек не с этого общества, понимаете, и, но это можно делать, да, то есть, вот эти люди могут попасть в общество этого человека, но уже контакта такого не будет. Это ты, ну, как бы чужой среди своих. Понимаете? Поэтому классно расти. Если ты хочешь стать хирургом и попасть в общество хирургов, тебе не просто нужно одеть халат и туда попасть. Тебе нужно получить образование, защитить там докторскую аспирантуру, да, там, проработать там 10 лет в клинике, там, не знаю, там, акушером. Вот. И вырасти. Вырасти, чтобы тебя уже приняли в это общество, если ты хочешь в этом реализовываться и быть там, среди вот этих людей. Также и в любой другой сфере. Давайте почитаю, что вы тут пишите мне. Ай, ничего не пишите мне. Почему? Да, общения живого очень не хватает. Так и есть. Приветствую, Василина. С удовольствием бы сейчас рядом с вами посидела. Классно. Так вот, ребят, про обратную связь. Здорово. Вы красотка. Успехов вам. Приветики. Разрешите спросить, что толкнуло вас? Спрашивайте. Не понимаю, про что вы. Спрашивайте. Что меня толкнуло, на что меня толкнуло? Меня толкнула жизнь, толкала жизнь очень часто. Разные периоды моей жизни были очень разные толчки, так называемые. Сейчас, мне кажется, что новый такой виток моей жизни. У нас как спираль, как бы, жизнь развивается. И сейчас, мне кажется, я перехожу именно на… Я чувствую это, да, что я перехожу. Потому что в моё поле сейчас приходят такие люди. Ну, они, понимаете, с другого уровня немножко. То есть мне казалось, что это недосягаемые для меня люди, а они ко мне как бы спускаются. А на самом деле я иду к ним навстречу по спирали, да, и мы встречаемся. И вот моя задача сейчас не упасть с этого уровня, а именно своей открытостью, желанием соприкасаться, взаимодействовать, общаться, дружить, работать вместе, делать какие-то проекты, подтянуться в этот уровень. Ребятушки, пишите вопросы свои. Пока есть возможность у меня чуть-чуть поотвечать, сейчас мы уже пойдём завтракать на завтрак. В общем, вот такие вот иллюзии жизни. И сегодня я прям утром встала и пошла, и иду такая, думаю, мне надо сейчас помедитировать, пока все спят, ещё был пустой пляж. Знаете, как тут классно? Тут утром ездит этот как вот трактор с такой штучкой разравнивать, и он разравнивает весь песок. И ты выходишь на пляж с утра, вот в 7-8 утра, а на пляже ни одного следа нет. Он просто девственно гладкий. И море классное, чисто. Здесь на самом деле, да, кто вот не был в Шикветиле, обязательно приедьте, потому что здесь вообще энергия такая, прям восстановление. Я вам сейчас покажу. Здесь вот, ну такое вот, да, всё ещё. Это ж Грузия. Мы ж в Грузии должны понимать, что тут не лакшери-лакшери совсем, и это далеко не Испания, но в этом колорит. Вот смотрите, бассейн. Видите, какой он? Как вам вот такое? Видите? Вот такой бассейн заброшенный. Вот. Тут какие-то коттеджики. Вот тут вот вчера, этот, как называется, детский лагерь, ну какой-то пионерский там, когда, как это раньше называли, и там у детей была дискотека, и мы девчонкам своим говорим, Милане и Наташе, девочки, идите туда, там, может, грузины, может, там, не знаю, там, может, там, белорусы, украинцы, может, выехали, да, и устроили летний лагерь. Я говорю, идите туда, найдись кач. Они такие, а как нам туда попасть? Я говорю, как, как? Ну идите, как попасть. Пообщайтесь, зайдите. Мы в Грузии, здесь любят детей, вас не выгонят. Ну как бы я приучаю ребёнка, и классно, что Милана здесь 4-х лет, что она очень открытый ребёнок, очень тёплый ребёнок, а в Грузии люди, они очень тёплые. Я всегда об этом говорю, что здесь настолько... Вот мы приезжаем, когда, допустим, вот сейчас особенно, да, полтора года идёт война. Люди потерянные, люди оторванные, украинцы, белорусы, из России, кто бежал, да, там по политическим всем этим соображениям, просто чтобы сохранить жизнь свою, своих детей, даже из России. Люди, да, эмигрировали, чтобы сохраниться. И вот они сюда приехали, эти люди потерянные совершенно. Сердце вот так, да, как комочек сжато. А тут просто Грузия вот так берёт и обнимает. Мы очень все из России, кто приехал, и вот я сама, я ощущала, что... Ну, это реабилитация. Реабилитация прям вот, ну, души. А Грузия именно то место, где грузины сохранили вот ещё это тепло, несмотря на то, что там очень много говнятины, допустим, пишут. Мне на самом деле очень много пишут этой говнятины. Я её просто на свой, ну, счёт не беру, понимаете? Я так о себе не думаю, как, допустим, какой-то там, не знаю, человек, диванный комментатор мне может написать, ой, Василина, ты там не тёплая, не тёплая душа, не тёплый человек, как ты себя позиционируешь, там, собрала, типа, группу тёплых людей в Батуми. Ты не тёплый, ты чёрный. Ну, это её мнение, этого человека. Почему я должна с ней спорить и поступать в какие-то демагогии? Там, не знаю, мужчина это или женщина там пишет, но просто это же мнение человека и надо уважать мнение человека, безусловно. Но я всегда говорю, послушайте, это ваше мнение, я даже не говорю, в последнее время я даже не говорю, я просто прочитала и через полсекунды я забыла об этом человеке, он для меня не важен, это не мой близкий человек, который даёт мне какую-то конструктивную обратную связь, это просто какой-то человек со своим мнением. Ну и ради Бога. Если он считает, что я не тёплый человек, а чёрный, ну пускай, он так считает. Он же смотрит на меня, он тратит своё время, анализирует, какие-то делает свои прогнозы в отношении меня. Это замечательно, потому что это тоже энергия. Этот человек отдал мне свою энергию, в этот момент он даже не понимает. Всё, а я не восприняла это на свой счёт, но энергию получила. Прикиньте, как классно. Я когда-то познакомилась с девочкой, у которой 200 тысяч подписчиков в ТикТоке. ТикТокерша одна приехала, она тоже через Ютуб меня нашла, смотрела мои ролики и потом мне позвонила. Мы с Вахтангой мы их встретили. О, пришла моя курочка. Привет. Мы играем с патрушкой. Вы позавтракали? Да. Яички покушали? Стасись-ка. Там бассейн где-то. Да, вы что, не видели? Бассейн? А зубы ты чистила сегодня? Да, чистила. Точно? Да. А шоколад поела, рот не помыла? Это не шоколад. Девкам классно. Они прям подружились одного возраста у нас, девчонки. И вот я хочу так путешествовать. Я хочу простроить так взаимоотношения со своей командой, чтобы мы были прям как одна семья. Ну, это же классно. Просто ездить, снимать контент, развиваться вместе, отдыхать, дружить, чтобы дети, семьи, чтобы мы были все как единое целое. И это прям очень круто для меня. Ну, у меня прям такая цель. Я реально шла сегодня утром по пляжу, ушла туда. Тут такие эти хвойные высокие деревья. Посмотрите, вот тут одно стоит дерево, а за нашим отелем вот, видите, хвоя? Фихта это или что это за дерево? Я не знаю. С шишками. И представляете, какой тут воздух? Ну, просто нереальный. Это же смешано хвоя, хвойные деревья. Здесь вообще такой хвойный лес. Хвоя, морской воздух, горы. Просто нереально. И еще и магнитные пески, черные магнитные пески. Это считается ну, очень редкое явление. Вообще, я читала, что сюда приезжали из Барселоны. Таких мест, на самом деле, в мире, по пальцам пересчитать. И приезжали из Барселоны ученые из Испании, брали сюда вот этот песок, брали на исследование. И магнитного вот этого содержания здесь, в песке, вот где я сейчас нахожусь, его больше, чем в других местах. Представляете, Грузия, насколько она необычная в этом отношении. И она такая маленькая, но такая колоритная. Я говорю, за три года я на самом деле мало где была в Грузии. Я не была в Сванетии ни разу. Я очень хочу путешествовать. И я хочу путешествовать со своей командой. Снимать, ну, я говорю, классные видео о Грузии. Рассказывать о Грузии, о культуре Грузии. Привлекать сюда людей. Потому что многие такие, как я, допустим, до 43 лет я как-то прожила без Грузии. И понятия не имела, что есть такая прекрасная страна Сокартвела, где добрые люди. И где здесь вообще можно найти ну, понятно, что грузины очень сильно переживают по этому отношению. Потому что мы смешиваемся, да, сюда приезжает большое количество эмигрантов. Это все смешивается. И вот с этой самобытностью это что касается языка. Что когда ты приезжаешь, ну, это прям больная тема для Вахтанга и вообще для грузин. Что нужно погружаясь и понимание того, ну, что ты благодарен этой стране нужно изучать язык. Поэтому этим нужно не лениться, заниматься. Вот. И классно, если грузины будут нам помогать, а они с нами разговаривают на русском. И Вахтанг тоже у меня. Я говорю, Вахушка, ну, давай поговори со мной на грузинском. Вахтанг владеет мегрельским языком, так как он мегрел, с мегрели. И вот он, он же выучил русский язык. Ну, он с 12 лет приехал в Москву, где его шпыняли и говорили там черножопы, не сдавали им квартиры, когда была война в Абхазии, да, они из Сухоми. Он приехал в Москву, стоял там на подъезде 12-летний подросток, и там над ним все ржали, пацаны. Ну, потому что к нему подходили и говорили, ты там что, откуда? Он такой, ну, там с Абхазии. И там москвичи, пацаны, вот, представляете, они там что, что ты там, это, сигареты есть? Он такой, Мальвора имею. И все такие, Мальвора имеет. Ну, то есть, понимаете, он научился говорить. И сейчас он говорит на русском так, понятно, он 24 года в Москве. Он говорит на русском так, что по телефону, не видя его лицо, вы никогда не поймете, что это грузин. Он научился русскому языку. Ну, надо учить. Надо учить это уважение к стране, к людям, которые здесь, поэтому, поэтому надо стараться, ребята. Так. почитаем. Аж мурашки побежали. А еще у меня в Грузии ни одного друга и подруги, только родители. Ну, вот, еще одна душа, оторванная без друзей. Я это осознанно делала, когда я вырывала себе из того общества. В 2014 году у меня пришла идея, когда я путешествовала по Европе, да, первый раз, и с четырехлетним сыном. У меня пришла в голову вот эта мысль, что я в России не хочу жить. Я не хочу ехать на работу и видеть там или к подружке и видеть этот бетонный забор с колючей проволокой. Вот эта серость, какая-то грязь, вот это какие-то люди все злые. Ну, прям вот, не знаю, я в лифт захожу такая, здравствуйте. У меня просто, ну, я там по разным тренингам ходила, лично с Новоростова. У меня был период жизни, когда я посещала, наверное, все тренинги личностного роста в 2012 году. Я просто, после очередного какого-то тренинга личностного роста, где мы там, не знаю, там с йогами поднимались, что-то медитировали, диссидентное молчание у нас было. Я ходила по углям, по стеклам, стояла на гвоздях. Чего я только не делала, ребята? Господи, боже мой, как вспомню, так вздрогну. Но я по верхушкам скакала, то есть я не углублялась ни в какую там философию, ни в какую религию, хотя я с Харе Кришнами ходила в Саре с точкой во лбу, раздавала печеньки там на пляже в Испании, чтобы вы понимали. Порто Бонус, это город миллионеров. Это закрытый порт, куда только звезды подъезжали. Вот я там ходила в Саре, меня и туда занесло. Просто с Харе Кришнами. Просто они ходили в бубен били, я с ними шла и раздавала печеньки в Испании в 2014 году. Я кайфовала. Я не собиралась там оставаться в Харе Кришна. Но я просто как будто прикасалась к разным направлениям. О чём люди говорят? Вот о них Кришне там поют песни, там Харе Кришна, Харе Рама. Ну блин, я туда тоже получала энергию. Я наблюдала как-то в Испании, когда я поднялась высоко в горы в один храм. Вот Матвейке было, 4 года он там бегал, что-то с палочками игрался там. был какой-то храм. Буддийский он или какой был. И туда подъезжали такие машины, просто там, не знаю, как они называются даже, с охраной. И просто выходили мужчины в таких белых одеждах. Ну по всей видимости очень статусные. Они просто ложились навсничь вот так вот возле храма, в лёжку. И вот так протягивали руки и ноги и просто лежали и молились, лёжа возле храма. Я просто была свидетель. Неважно же, да, какого-то статуса человек, с какими-то деньгами, бизнесменты или какой-то там очень влиятельный человек. У всех у нас есть своя боль в душе. Вот это. Поэтому мы все просим о помощи в какой-то период времени. Мы все можем быть не защищены перед агрессией какой-то там, перед людьми, которые хотят причинить нам вред. Поэтому мы можно сказать, что всё равно ну там кто-то становится толстокожей с годами, с жизнью. Жизнь бьёт, 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 и ты становишься уже такой, не реагируешь, у тебя уже нет тепла, ты уже не хочешь никого обнимать. впускать в своё пространство личное, ты ограничиваешься уже. У тебя там охрана уже в три этих, в три этапа к тебе не пробиться. Вот. Но это не значит, что в душе этого человека нет тепла, любви. Всё равно. Так. Пускай не влазит в вашу жизнь, удаляйте таких, он вам просто говорит, что вы не теплый, теплый. Это он, потому что сам доказать не может. А если бы они бы приехали, например, в Грузию, их бы тоже засадили за то, что забрали кусок Грузии. Я хочу приехать с семьёй, показать Грузию детям. Приезжайте, я влюбляю в Грузию. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, если ещё не подписаны, ребят, потому что за три года я рассказала свою личную историю, и хочу продолжить это. Кстати, последнее время я немножко съехала с темы. Я очень искренно, почему люди стали подписываться, почему я, да, как бы пробила вот эту стенку между собой и аудитории стеклянную, потому что я просто, приехав сюда, я не знала, о чём не делать. Ну да, у меня есть ремесленническая профессия, я парикмахер, призёр международных конкурсов парикмахерского искусства, у меня свой путь, я умею общаться с клиентами, но я приехала сюда, в страну, где меня никто не ждёт. Я приехала одна с двумя маленькими детьми, от Матвея было 11 лет, Милане было 4 года, и, ну да, у меня было там, я продала трёхкомнатную квартиру, у меня была там наличность, тогда ещё не было проблем с этими картами, переводами, да, я раскидала на разные карточки сумму, которую я выручила с продажи своей квартиры трёхкомнатной во Владивостоке, и всё, я ехала полностью как бы обнулённая в новую страну, никого здесь не знала в этой Грузии, но я приехала сюда с мечтой, потому что я думаю, я хочу жить в стране, где люди ещё не потеряли вот эту доброту, сердечность, это Грузия для меня оказалась, хотя я очень долго, с 14-го года, вот я говорю, я мечтала об Испании, я себе нарисовала эту картинку и думаю, я хочу жить в городе миллионера, я могу себе это позволить, а хер-то там, понимаете? если бы я уехала в Испанию, да, за три года я уже говорила на испанско, потому что со мной на русском бы там никто не разговаривал, я бы в Америке уже говорила на английском, потому что, ну, без вариантов, когда ты приезжаешь в страну и с тобой не говорят на твоём языке, у тебя выхода нет, Грузия в этом отношении, она очень мягкая для эмиграции, это просто, не знаю, там, шанс на миллион, вот такой вот, поэтому я и не могла уехать в Испанию, понимаете? У меня всё время какие-то препоны, я хочу уехать, но какие-то обстоятельства мне не позволяют, как будто бы мне в колёса палки ссували, вот так, мне казалось, да, мои там, как бы, люди, которые мне предавали, мне тогда казалось, на самом деле, они мне помогали, они что делали? Они мне говорили, допустим, отец моей дочери, он мне говорил, хочешь в Испанию поехать? Я тебе сейчас паспорт порву, вот так вот передо мной, в суде он мне говорил, хочешь в Испанию поехать? Вот он мне прям в суде, вот так дулю мне, вот так вот в лицо сывал и такой говорит, пока Милане не исполнится 16 лет, хер, ты куда поедешь? Потому что я тебе не дам разрешение на вывоз ребёнка за границу, в Испании нужно матери получать от второго, ну как, родителя, разрешение, чтобы вывести несовершенного летнего ребёнка, и всё, я в суде сидела, просто я, я дома рыдала и каталась по полу, просто в слезах, я там, не знаю, грызла там линолеум и плакала, я не понимала, думаю, господи, когда Милане исполнится 16 лет, я уже буду старая и никому не нужная бабка, вот так я думала про себя, понимаете? Я вот просто уехать в Испанию, как, ты не владеешь языком, да, там, продать квартиру, но это, ну как бы, сущие копейки, ну сущие копейки, а тебе нужно с двумя детьми там как-то начать заново зарабатывать, без знания языка, ну это очень тяжело, очень тяжело, тем более на тот город Марвелли, на который я замахивалась, там, да, Барселону, ну это капец, да, понятно, что люди живут, везде люди живут, проблема в том, что как? Вот, но, я говорю, как случилось с Грузией, получается, что я вообще не думала и не знала, что такое вообще Грузия, да, где-то там есть, но я ничего не слышала про политику, я ничего не знала про войну в Абхазии, про Осетию, да, там я смотрела фильмы художественные, но это было где-то далеко, это было где-то как-то очень далеко, вот, я была на другом конце света, да, на Дальнем Востоке, и варилась в своем вакууме, вот в этом информационном, у меня были дети, я рожала детей, я там страдала, я там пыталась как-то реализоваться в плане там своей деятельности, я просто копошилась в своем каком-то вот этом вот, ну, вот такая жизнь, как-то вот копошня, как будто ты белочка, бежишь в колесе, вот это как хомячок и перебираешь вот это ножками, где-то там замедлилась, где-то ускорилась, а потом меня из этого колеса, когда я просто гнала уже, у меня уже не было сил, потому что нужно было все-таки, ну, как-то детей кормить, я просто бежала, 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 и эту белку из этого колеса просто инерция выкинула из колеса, и я просто, вот у меня ощущение, что я очнулась, я в Грузии, что я тут делаю вообще, как я тут оказалась, очень просто, я помогла одной девочке, у меня на тот момент не было вообще эмоциональных сил, когда я, допустим, как я в Грузию попала, у меня реально не было уже эмоциональных сил, я прям обезвожена была, я была, у меня волосы были черного цвета, я была вот такая худая, там, не знаю, 40 килограмм, когда меня встречали мои клиенты, я уже перестала как бы клиентов, ну, брать вот в таком объеме, потому что я уже физически не вывозила, во-первых, я им все отдавала, да, энергетически, вот, а потом я поняла, что я уже настолько, ну, как бы все из себя отдала, а обратки нет, нету как бы обмена энергии, да, они мне платят деньги, но мне нужно было уже большего, деньгами я уже себя не спасала, вот, и я начала эти деньги терять, я начала терять клиентов из-за того, что я не вывозила это все эмоционально, вот, клиенты начали уходить от меня, хотя я была, ну, таким, как бы очень высокооплачиваемым мастером, ну, в какое-то время, когда я там была, конкурсы, призеры меня приглашали в крупные салоны в московские работы, мои работы, там, коллекции печатали в московских профессиональных зданиях, Долорес, я выиграла Color Trophy, L'Oreal, я выиграла обучение в Нью-Йорке, вот, но не поехала, потому что для меня тогда был приоритет купить первую квартиру, я купила первую квартиру в 28 лет, первое своего окружения, купила машину и квартиру, ну, то есть я такой была, вот, именно в тот период достигатель, у меня не было там личных отношений, у меня как-то не складывалось все время личная жизнь, и вот Матвейку я родила, считай, в 30 лет, поздно уже, 29 я забеременела, хотя мне тогда ставили диагноз бесплодие, что я погружалась на 30 метров, я закончила еще курсы дайвинга, ПАДИ, международную эту академию, академию, как она называется, ну, короче, ПАДИ, там, кто занимается дайвингом, знает, корочку получила инструктора, я все время где-то меня носила, и потом, когда вот мне сказали, что я беременна, я не поверила, потому что я лежала в Москве в больнице, мне собирались делать операцию, потому что я застудила очень сильно, попала в холодное течение, когда ныряла на 30 метров, мне было 28 лет, я попадаю в холодное течение, это был уже, наверное, сентябрь-октябрь, мы погружались на 30 метров с аквалангами, и я попадаю в ледяное просто течение, и я по-женски застудила себе все, потом я теряла сознание, у меня проблемы были там с критическими днями, я постоянно там теряла сознание, и были очень болезненные вот эти женские дни, мне сказали, что мне нужно лапароскопию делать, это операция, и сказали, что большая вероятность, что у меня не будет детей в 28 лет, мне сказали, сказали, что тебе надо просто перестать этой херней заниматься, по горам там лазить, не знаю, по воду погружаться, участвовать там в чемпионатах по виндсерфингу, кататься на сноубордах, на мотоциклах скоростных, спортивных, ну просто перестань заниматься херней, будь уже нормальным человеком. Я не могла. Вот. И когда я узнала, что я беременная, отец мой, ну Матвея, сказал, что он не хочет ребенка. Ну он взрослый был, он был старше меня на 18 лет, адвокат, у него уже были взрослые дети, ему это просто не нужно было. Он сказал, я не хочу, хочешь, делай аборт, а вот тебе деньги, иди делай. И ну вот мне 29 лет, мне ставили бесплодие, тут мне просто, говорят, иди делай аборт. Конечно, я, ну, просто в ахере была. Ну, я, естественно, принимаю решение, что я буду матерью. И тогда я уже понимала, что я буду матерью-одиночкой, естественно. вот 30 лет я родила Матвея. Так же потом случилось с Миланой. На пятом месяце беременности я понимаю, что я остаюсь одна, теперь уже с двумя детьми. Прекрасный. Прекрасный. Прекрасный жизненный опыт. Вот. Василина, сохраняйте, пожалуйста, эфир. Я попытаюсь сохранить, и, наверное, я его уже сейчас закончу, ребят, такое вот мое выступление про иллюзии в жизни, про мой путь. В общем, кто хочет познакомиться со мной поближе, я думаю, что мы скоро организуем такой клуб. Вот уже группу я создала, теплых людей, вечеринку мы готовим 26-го, это будет невероятное, просто эмоциональный, очень высокий градус будет. Поэтому уже думайте, кто собирается. Шите платья, костюмы, не знаю там, покупайте себе украшения, мы это тоже будем помогать. Уже сейчас наш партнер делает отдельный аккаунт в Телеграме, где будут вот эти все восточные украшения. То есть я хочу, чтобы это была эстетически очень красивая вечеринка. Мужчины будут арабские шейхи у нас, грузинские шейхи у меня, муж будет грузинский шейх. То есть это будут вот такие белые как бы штучки, как у арабов, вот они носят. Женщины могут быть там как-то покрыты, закрыты, красивые макияжем и хенди. В общем, мы это готовим, и скоро мы начнем вам уже все выдавать в идеях, раскрывать ценности по вечеринке 26 июля. Это уже осталось совсем недолго. Но это то время, когда я хорошо подготовлюсь со своей командой. Уже будут видеографы, фотографы, с которых я уже прям вот всех хочу привлечь. это будет профессиональный шоу-балет Оксид с невероятнейшими костюмами. Вот, ребят, то, что вы видели на Вайпате, вот эти крылья, это все было классно, вау-эффект, но это будет вообще все вот такой перевертыш, то есть это и будет не белая, это будет черная вечеринка, арабская ночь, в прекраснейшем месте на скале, на, ну, просто, это лайнер, но, слушай, у меня вообще есть такая мечта, я хочу в кругосветное путешествие на лайнере, и вот он уже, лайнер у меня будет 26-го, я вас всех туда приглашаю, на этот лайнер, поэтому, это будет не такая большая вечеринка, да, как в Айпате было, то есть, очень много было партнеров приглашено, здесь это будет более камерное, поэтому и цена дороже, поэтому там очень высокого уровня будет ну, как бы и сервисы, фуршет, сами понимаете, сейчас цены, как бы, недешевые, город Батуми, вообще, это город миллионеров, вот мы сейчас сидим в Щекветиле, реально, мы пошли вчера в кафе поели, ну, вот здесь вот прям супермаркет, цены в Щекветиле, не знаю, там, на 40% дешевле, чем в Батуми, хотя здесь курортное место, но здесь вообще, как у бабушки в деревне, очень тихо, спокойно, поэтому приезжайте в этот отель, вы можете до 10-го числа забронировать, это вот, это реально, я вам говорю, 50% скидка, мы познакомились с управляем, с менеджером отеля, и вот, и я говорю, давайте мы сделаем вам рекламу, вы дадите для моих подписчиков хорошую скидку, и она договорилась с хозяином, 50% скидка на эти апартаменты, я говорю, приедьте с семьей, прекрасный семейный отдых, и детская площадка, и пляж, песочный, где черный песок магнитный, где мелко, где вы не переживаете за детей, это безопасно, море сегодня, вообще идеально, спокойно, вчера были волны, дети вчера и на волнах наплавались, сегодня прекрасно, вон они покупались с утра, и бегают, вон они валяются, посмотрите, им как кайфово, Милана и Наташа, вот смотрите, они валяются с телефонами, Наташка лежит, детская площадка, вот тут вот, спокойно, тишина, красота, прекрасный воздух, Вахочка спит, Матвей валяется с телефоном, Вахушка, я уже столько дел передела, прямой эфир заканчиваю, мой сладенький, не сплю, понимаете, тот хорек спит еще, в общем, классные номера, да, есть свои как бы нюансы здесь, допустим, нет кондиционера в спальне, ну ничего, мы не умерли, вон у нас все открыто, воздух свежий, двухкомнатные номера, смотрите, они не продумали, да, кондиционер здесь есть, а в спальне нет, ну и ничего, ничего, вот, цена как бы нормальная, то есть можно себе позволить, отдохнуть, приехать с семьей, уехать из города, из нашего дорогого, говорю, города, я хотела жить в городе миллионеров, понимаете, вот, моя мечта опять же сбылась, Батуми стал городом миллионеров, цены просто космос, на все, на продукты, на, не знаю, ну просто, выскочь, конечно, так что, ребятушки, я вас всех обнимаю, пойду сейчас своего грузинского шейха будить, ставить на ноги, вот, и жду вас 26 июля, это будет среда, вот я вам сейчас еще скажу, что вы можете тогда приехать в 9 утра, вы можете воспользоваться спа, там прекрасный бассейн с потрясающим видом, ну просто бассейн, и в море, вот так вот уходит, это все на скале, вид, просто нереальнейший, ну вот просто, если вы еще не были в Литц, ризот, вот даже просто съездите туда, вот просто съездите туда, и просто походите по территории отеля, просто вот приедьте, скажите, вот мы хотим вас там снять номер, очень дорогой, а хотим сегодня просто посмотреть, это классно, быть в таких местах, тем более это, там не знаю, там в 20 минутах от Батуми, дорога потрясающая, конечно, такая страшная, на одну колею, и вот такая вот, серпантин, вот, я думаю, что там от Лица, они нам сказали, что у них будет трансфер, снизу, с Квариати, будем поднимать людей, вот, дорога очень узкая, никакие, конечно, там такие маршрутки, автобусы большие, не будут ходить, вот, ну, как-то там на такси, я думаю, все доберутся, прекрасно, и оттуда уедут, но, кто не хочет уезжать, вы можете там остаться, еще ночевать, и Ризот, отель, Лист Ризот, предоставляет, после вечеринки, всем гостям, вечеринки, арабской ночи, 40% тоже на номера, представляете, здесь вы можете, в Шиквиделе, 50% я вам предлагаю, приехать отдохнуть, в Лист Ризот 40%, это очень хорошая скидка, ребят, хоть там и очень дорого, я сразу предупреждаю, это, как бы, ну, такой уровень, вот, ну, это кайфово, кайфово, поэтому надо, надо не экономить, а больше зарабатывать, я считаю, вот, зарабатывайте, как раз сейчас есть месяц, еще 20 дней, чтобы подготовиться, заработать, купить билеты, потому что сейчас мы уже открываем продажи, по 50% предоплате, мы уже начинаем продавать билеты на арабскую ночь, вы не представляете, что там будет просто, но это уже я вам потом буду все давать, кто еще не подписан на мою группу теплых людей, закрытую в телеграме, тоже пишите мне, я вам скину ссылку на закрытую группу теплых людей в телеграме, всех целую, обнимаю, люблю, в этой селе. Пока! Пока! Пока!